это один из оригинальных чечел Донки Конга с начала 80-х годов почему у него такие руки? мол, что он пытается нам отказать в цены улицы он знает, что это смешно за как, эй, ты, ты, ты с тебя он вернет тебя в прошлое чтобы играть в меры, который сосут за задницу он бы почел бы чтобы буйвол принял диарею на ухо он бы почел бы сесть прогнившую жопу убитого скунса и залить его пивом он самый злой геймер, которого когда-либо слышали он злой нинтенденерт он Dong он с удовольствием он с удовольствием он с удовольствием нинтендент аis о leer давайте поговорим о компакт диске филй а теперь если вы знакомы с предысторией я вам дам вам не обошлось кратко изложения нитендо заместимость филиппс работала над созданием настройки на базе компакт английского для супер нитендо которая так не появилась теперь нитендо также работал с сони на той же концепции мы все знаем что из этого вышло playstation но что касается филиппс я тоже сделал собственную игровую поставку однако у них было разрешение создать некоторые франшизы нитендо теперь из этого ушло димовая игра майо и тридимовые игры зельда в целом ссылка лица зла зеледа сам вечер зелк и зельда джазл гейммелона хорошо вам эти игры печально известно с вами недавно задничество которую трудно поверить спорта полу и как это процесс как можно заставить на зелдинге а уже трех из них и на консоли это не нитендо но если вы не слышали о них вы можете подумать что живете под скалой на поздоре не сказать вам таками это когда он стоит жить в третьей чем мы начнем давайте будем на самой консоли начнем слоу что эти чертовые работы но уже начало верно но он был купить 3 так и компакт диска причем получали этого работа первым не стал диски сакхи но это мы здесь имел же проблемы но те что я еще не вернула оплату потому что хотел показать вам как это выглядит итак наконец получил этого большого зверя посмотрите как это огромно это самая большая игровая консоль которую я когда либо видел но если вы помните мое видео от 5200 я прокомментирую насколько он большой но обе консоли смартфон нагонны но сети ай едва выигрывает но работает ли это да но сначала я думал что вход контроллер был сломан у меня есть четыре разные контроллера и ни один из них не работал за включением беспроводного который настолько плохой что даже не стоит потом я узнал что если еще один вход сзади так то что на фронте либо сломан либо предназначен для второго игрока означает что каждый раз когда хочу поменять контроллер я должен вытащиться в всю консоль сука что дерьмо что тут себе честно спутошню к человеку сука дерьмо это боль в заднице почему бы не могут быть на фронте серьезно я даже не могу представить что они думают давайте поговорим о контроллер один из них является ваш обычный контроллер с обычной задницей следующий выглядит как ложка я действительно не понимаю этого и у этого есть и этот неуклюжий джойстик так и жестко что это просто палка поверх обычного департ тогда у вас есть беспроводной это стандартный контроль который поиск подставляется с системой но как я уже сказал это ужасно ваш палец продолжает сказывать джойстика а кнопки находятся слишком близко оставляйте что вы играете пытаетесь играть миннаджа 4 все кнопки изгруппированного вокруг джойстика для вашей обычной игры укажи и нажми и все в порядке для экшенгей такой как зельда практически невозможно использовать этот контроллер все стоит только для той классики как stay break, raiding, lamb chops, play along, рождение под парусом и цветы Роберта Майлплоттпа да у него была своя доля образовательных игр как некоторых жаней экшен давайте разберемся с фигней и добьемся надежды которые владеет услышать Игрим Зельда довольно редкий и довольно дороги в Кжене Зельде составил более 180 долларов США не считая деньги которые я вернул за плохие приставки все это в общей сложности стоит около 700 долларов я давно хотел сделать обзор в CDI и частично из-за финансов к чечне и скитленности это то что сдержало меня но при чем мы перейдем к играм Зельды давайте начнем с отеля Марио естественно говоря цена на это была 0 долларов потому что это был прожертвованием если бы Кэсси с таким же успехом мы могли бы послать мне какашку в фольге как игра начинается вы получаете смешную заставку хорошо чтобы не заслужился у нас у меня книга Алоиджи я надеюсь что она сделала много спагетти напоминает меня Супер Майо Гросс Шоу но гораздо более нежно Игра не то что вы ожидаете я имею ввиду что с таким названием как Хотель Марио я думаю я действительно не знал чего ожидать но нет все что вы делаете это бежите и закрывайте двери там уж серьезно цель состоит в том чтобы закрыть все двери до сущения времени затем прийти к следующему завору разве они не могли подумать что то лучше например когда еще того чтобы убить всех войска гумбой и купона закрыть двери как бы весело это не означало еще веселее когда двери снова открываются кто вы думаете что собирать я закрыть последние двери и прокинуть закрывается другая дверь в том время когда вы прыгать весь путь оттуда открывается еще один кроме того кажется что всегда есть кто то на вашем пути мол если я прыгну в него и меня ударю по гумбе сверху даже если попытаюсь растоптать фрага я вскочу и бью свою задницу тьфу смотри здесь я просто здесь я иду я пинаю задницу чё ты должен следить за дверями говоря о дверях вы можете пятаться о дверях что никогда не потому что они помогают но эти вещи со стрелками давайте поговорим о них они лифты они могут быть лестничными клетками что угодно там где стрелки имеет смысл один не один и они идут вверх они идут вниз но к элементам пуляния требуется некоторое время чтобы привыкнуть а сейчас активно если я беру сроку если нажимаю вниз но это не так вы должны ударить независимо от того как на горком лифте вы находитесь где он прибывается на бой конец находится в этом крыке потому что должно дать вниз чтобы выйти таким образом часто выставки со строка вниз когда вы кусаетесь всякие вверх вы нажимаете вниз это счетовски запутанно но работа если не всегда выгодно так долго ожидаетесь нет он уводит меня в другую сторону где меня убивает гребанная гусеница на самом деле игра больше напоминает аккарные игры начала 80 такие как донки колл и майор босс и для чего-то подобного тель майор на самом деле не так уж и плох это сложно я дам это но факт в том это было не начало 80 это был 1994 год и это было на консоли следующего поколения первоначально они планировали выпустить продолжение Super Mario World под названием необычной игры Super Mario но это было отменено и мы получили вот этот конец истории но все эти CDI вещи это дьимовый бутерброд который слишком велик для одного глотка так что регистрируйтесь вывертите в части два на departments или игре на uther тсердилдх честно гuf